В белый снег на землю ляжет, И грехи мои замажет. Снова чисто, снова ново, И душа запеть готова. Про любовь и красоту, Нежность, силу, доброту, Всё, что в небо увлекает, И с Творцом соединяет. 3 января день святого московского Петра в Сеяруси чудотворца. Он родился в земле Волынской от благочестивых христианских родителей. Когда он был еще в утробе матери, у нее было видение, будто она держит на руках своих ангца, посреди рогов которого выросло густолиственное дерево, имеющее множество плодов и цветов. А посреди ветвей было множество свечей, светящих и издающих благоухание. Со временем он стал митрополитом Киевском и всея Руси. В народе этот день называли днем Петра полукорма. Такое название день получил потому, что считалось съеденная половина запасов на зиму. Чтобы защитить дом от злых сил, сегодня клали сребряный предмет на видное место, например, маленькую ложечку. Считалось, что после этого в течение года на пути не будут встречаться злые люди. Чтобы не болеть в течение года, сегодня надо умыться ключевой водой и произнести заговор. Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня большое значение придавались нам. Если снится птица, то ждите удачу в делах. Если пища к бедности, пить вино к удачам в любовных похождениях и романтических отношениях. Обниматься с кем-либо 3 января к расставанию, а видеть кровь во сне к приезду дальних родственников. Считалось, что плохой знак увидеть во сне мыло именно ночью 3 января. Это предвещала смерть. Приметы. Каков сегодняшний день, такова будет погода в сентябре. Если сегодня эхо разносится далеко, это к сильным морозам. Снега мало, а морозы сильны, лето будет засушливым и жарким. Если в эту пору морозы, то летом грозы. Вот так говорили. Сегодня никому нельзя желать здоровья и счастья. Согласно приметы, все случится с точностью до наоборот. Нельзя подглядывать и подслушивать. Можно лишиться зрения и слуха. Либо обрести связанные с ними болезни. Запрещено давать обещания и клятвы. Поднимать землелюбие ценности – это к ходу. Если сегодня сделать оберег для оставшихся припасов, положив две лучины поверх зерна крест-накрест, его не тронут мыши, и зерна хватит до следующего урожая. Подходите к нам, выпивайте. Действительно, надо не спеша это все употреблять плавненько, чтобы все хорошенько слюно смочилось. И если продукт полезен для организма, слюна брызжет. Правда. Представляете, какое пищеварение будет? А я хочу сказать… Кстати, действительно, я ощущаю, что выделяется слюна, и я чувствую… Это так полезно. Это невероятно полезно. Потому что мне даже как-то кололи. Но это же лучше. Я думаю, что на следующем нашем завтраке я подробно вам расскажу о витаминах группы В, что они делают. И вот эти все витамины группы В оказываются не в кристаллическом виде, а в живом. А это, знаете, в тысячу раз сильнее. Мадежка, тебе задание. А я, кстати, пью витамин В, ну, в капсулах. Ну, в капсулах, знаете, это не то. А вот это будет за что-то. Дело в том, что в основе жизни лежат ферменты. А ферменты, вы знаете, это продукты очень быстро портятся. Вот. Как их сохранить? Поэтому их сохраняют витамины в виде каких-то сухих препаратов, которые, я бы сказал, особо не активны. Потому что к витамину надо добавить белок, углевод и ещё что-то, для того, чтобы он нормально работал. В искусственных… Успаивался, да? Да. В искусственных витаминах, оказывается, только имеется чистый витамин. А где остальное взять? Зато в натуральных витаминах имеется всё, для того, чтобы они сразу же заработали. Итак, сделаем действительно ещё один целебный завтрак, и не один, а несколько. И вы опробуйте, и будете здороветь. И радоваться. Отлично, спасибо. Очень понравилось. Очень вкусно, Геннадий Петрович. Очень вкусно. Спасибо. На этом целебную кулинарию в семье надежды мы заканчиваем. До новых встреч. Во время приготовления целебных завтраков встаёт вопрос. Как приготавливать проросшее зерно? Приготавливать зерно проросшее очень просто. Для этого вы его приобретаете на рынке. Приобретаете сразу ведро или полведра. Этого вам хватит на семью из четырёх человек, наверное, на полгода. Берёте сразу много. Я, например, беру сразу чашку зерна. Хорошенько его мою. После этого. И эту чашку заливаю водой. Вода над поверхностью зерна должна быть слоем полсантиметра, а то и сантиметр. Да и два, ничего страшного не будет. Зерно стоит всю ночь, вбирает себя в воду, напитывает влагу. Утром я ещё промываю дополнительно. Я сливаю воду, зерно уже набухшее. И это зерно без воды. Я просто-напросто чем-нибудь накрываю, а то даже и не накрываю. Ставлю при комнатной температуре в любое место, чтобы оно не мешалось. И смотрю, как правило, уже к концу этого дня зерно начинает прорастать. А если ещё ночь пройдёт, она обязательно прорастёт у вас где-то на полмиллиметра, а то и миллиметр. В зависимости от качества зерна. Всё, чтобы дальше оно не прорастало. Я его помещаю в целлофановый пакет, в всю чашку и ставлю в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник. И там оно у меня, да, будет немножечко прорастать, потихонечку прорастать. Но зато оно там будет храниться до двух, а то и трёх недель. Я каждый день, готовя завтрак, беру по горсточке этого зерна и использую для завтрака, для первых блюд, для салатов и прочее-прочее. Вот таким вот образом вы можете приготовить проросшее зерно легко, просто и в нужном вам количестве. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовётся и для всех людей даётся. Шелестят конфет-отбёрки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись на кровь, наступает, наступает новый, новый год. Он врачу нам несёт, он в батарке раздаёт. Радостью любовь насёт, это новый, новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебство мы жадно ждём. И почёканье покалом, хоть и счастье в каждый дом. Ай! Веселись, 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 веселись на кровь, наступает, наступает новый, новый год. Веселись, 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 веселись на кровь, наступает, наступает новый, новый год. Редактор субтитров Т.Гор muy любят。 Ира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok